Ну шо, господа бздецы, здравствуйте. Ты хотел сказать пиздецы. Это говорят люди в чатике, как бы я другого мнения о вас, более культурного все-таки. Если люди там в чатике не умеют у нас культурно выражаться на Твиче, то это уже они во всем виноваты. Ну шо, дамы и господа, я как бы спешу вам сообщить, я могу вас обрадовать. Все, наши походы окончены, у нас все молодцы в принципе. Сидящие в данном канале, по-моему. Вот, касательно цветов, мы с опуском вчера посидели, все почекали, все подумали, все посчитали. Вот, его математический склад ума, он мальчик умный, вот. Его математический склад ума помог мне в этом нелегком деле. Он сидел, считал, все долго-долго. Просчитывал, кто дезертир, плохой такой человек, не посещал рейды, например, долгое время. Вот, как мы знаем, есть некоторые люди, которые, например, всего лишь один раз в рейд сходили, и при этом полутав маунта больше не приходили. Но есть и противоположная сторона этой ситуации. Есть люди, которые, например, ходили хорошее такое количество раз, там, около 40. АК, вот, например, мамонтенок. И, то есть, люди, которые имеют полностью закрытые цифры, более 10 походов или 10, они получили в Дискорде звание почетный бздец. Вот, почетный бздец, звание перманентное, оно не будет убираться, ну, до тех пор, пока вы не ливнетесь в Дискорде. Вот, если вы ливнетесь в Дискорде, вас еще и забанят сверху этого. Так что, не рекомендую испытывать судьбу. Обычное звание бздец будет удалено, то есть, потому что бзда уже более не актуально. Канал бзда текстовый будет в виде архивного, то есть, вы можете его читать, смотреть, чекать. Там, батлтаги, никнеймы, ценные информации, между прочим. И, то есть, можете чекать его, но писать вы там уже не можете, по-моему. Далее, теперь самый главный интересный вопрос, самая интересная такая фишечка, которую я держал вообще до последнего. А именно, для чего были собраны эти рейды, для чего они вообще собирались. Я говорил то, что если вы это услышите, ваш мир немножечко перевернется, то что вы будете реально в шоке. Так, секунду, урарника тут шотно. Мы фармили тебе ГМЖС, я понял. Да, во-первых, мы фармили мне ГМЖС. В итоге, я полутал его в рандому рейде в нормале с 99-й попытки. Вот. Так, еще мнение у кого-то было. Умаракеда, у тебя, да? Давай, высказывай. Я холодно жду, у меня никакого мнения нет. А, вот так вот, да, значит? Ну, все с тобой понятно. О, окей, ладно, хорошо, я тебя понял, я тебя услышал. Ну что, тебе нужен же холод, вот я сижу и жду. Ну, мне нужен, да, ты мне не нужен. Там уделили в рейде, были скрытые бары. Кстати, были некоторые ребята, например, которые не очень хорошо отыгрывали в рейде, но, как говорится, мы их терпели. Вот, мистер Блейд с никнеймом выносяшка думает, думает, что это был хитрый пиар-ход. Скажу так, то, что рейды в бзда в спокойном темпе приносили небольшой прирост зрителей. В тот момент, когда я бомбил на солнышек, например, на Джайне, на Мегакруте, вот там, да, там я соглашусь, нормально, зрителей прибавлялось на Твиче. Ход был иначе, ни у кого больше догадок нет, я сейчас выскажу все абсолютно. Ты скрытый мазохист? О, кстати, да, не поспоришь. Я люблю, когда происходят такие вещи в игре, но не особо. Это все должно быть, как говорится, в пределах не особо таких больших, в разумных, скажем так, не в тех, которые были предоставлены на Мегакруте и на Джайне. Ладно, что тянуть кота за хвост? Короче, все эти рейды... Окей, начну издалека. Я люблю это. В момент того, когда я играл на классике, я обознакомился с многими людьми интересными. Некоторые из них — это релы актуальных, например, статиков, каких-либо на Гордуне. Немножечко поболтав с ними, немножечко обсудив всю ситуацию, касательно рейдов, касательно всего такого прочего, они придумали интересную вещицу, чтобы я собирал рейды и, ну, примерно искал для них таких более-менее рекрутов. По итогу, что я могу сказать, они никем не заинтересованы, потому что кто-то уже, например, находится в статиках, ну а кто-то, например, не показывает какого-то хорошего уровня в рейдах. Эти рейды были показательными с целью того, чтобы проявить в вас какой-то навык убийства боссов и навык рейдинга. Навык того, как вы хорошо слушаете рейд-лидера и выполняете поставленную тактику. Но вот что-то как-то никем не заинтересовались, потому что некоторые люди уже находятся в статиках, ну а некоторые не очень хорошо себя показали. Я захожу. Вот, так что какая жалость получается. Так, касательно давайте дальнейших наших действий. То есть что у нас сейчас? Выходит Shadowlands, стримы-видосики, стримы-видосики, да. Дальше выходит рейд с маунтом. Ну, замок на Афре, там вроде маунтов нет. Выйдет рейд какой-нибудь там, ну в 9.1, в 9.2 будет там маунт. Пройдет, ну не знаю, там давайте может быть пару, например, там тройку каких-нибудь месяцев, и тогда мы начнем это дело фармить. То есть как только я увижу, что, например, люди заимеют этом левел, смогут нормально все воспринимать касательно убийства рейдовых боссов, вот тогда мы походим и пофармим этих маунтов. Касательно порядка фарма маунтов, то есть что у нас получается? Дезертиры в эти рейды попадать не будут. Все, они в черном списке. То есть если люди не показали себя нормально на момент проведения этих рейдов, то я не думаю, что они хорошо себя проявят в момент сбора следующих рейдов. Далее, что получается? Те люди, у которых красный никнейм прописан, ну мы подумаем насчет них, то есть это те люди, которые подали заявку и ни разу в рейд не пришли. И касательно белого дефолтного цвета, ну как бы это обычно, все окей, нормально. Почетные бздецы, голубенький цвет. Если открыть, например, лист под номером 3 в табличке, там немножечко уже есть намеки на шейл, а именно разделение по дивизионам. То есть дивизион А и дивизион Б. В дивизионе А будут те люди, которые хорошо себя показали по количеству рейдовых походов, и сначала рейды будут с ними. Потом уже дивизион Б. Это те люди, которые, например, заимели мало походов. Вот. Далее те люди, которые, например, недавно присоединились, или те люди, которые ходили не особо исправно, но хотя бы ходили раз в 3-4 недели. Ну вот как-то так. Опсик, у тебя, наверное, есть какой-нибудь вопросик, давай. Ну я нихуя этого не знал. В смысле не знал, о чем? Об этом все. А обо всем это о чем? О собрании? Вот ты сидишь на нем как бы. Да, я говорю, мне это маху собрание не нужно. А, ишь, такой хитрый. Ну да. Почему я не знал, что это вот этот классик есть? А, ну так мы же с тобой тогда не созванивались. Нет, типа один, один только человек немножко догадывался об этом. Вот. И то он с нами в здании ходил. То есть суть в том, что на тот момент как-то рейды шли не особо удачные, он мне говорит, вот, Макс, типа, зачем ты водишь этих людей? Бзда, тебе что, типа, какие-то РЛы, что ли, сказали, чтобы ты им рекрутов новых подыскал? Я ему говорю, ну думай, как хочешь. Он говорит, ну что, да, что ли, походу? Я говорю, ну думай, как хочешь. Вот. Вы можете считать эту мысль абсурдной, но, типа, так и есть. Не скажу, что это топовые статики, но такие интересные, хорошенькие. Никнеймы я раскрывать не буду этих РЛов. Терепаха собралась до воды. Вот, как бы, логическая точка, логический итог в этой ситуации поставлен. Я вообще довольный. В итоге, типа, многие люди полутали маунта, а именно, давайте обратимся к таблице и посмотрим, сколько людей полутало маунта. Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, то, что мной никто даже не заинтересовал? Тебе никому не нужен, ты шипа. И ты уже в рейдовой гильдии, алло. Дергать людей никто не будет. Вот, сто, пятьдесят, пять. Ну, они, типа, верили, что будут никакой еще люди приходить, ну, типа, из ниоткуда приходить, они будут нормальными? Ну, знаешь, некоторые люди по-разному себя показывают. Вот так вот. Ну да, могла же быть ситуация какая, там, кто-то... Какой-нибудь жесткий человечек приходит, хорошо отыгрывает, хорошо себя показывает и все такое. Просто у него нет гильдии, например, он там не играл какое-то время или еще что. Да, например, человек в мифе-плюсах долгое время проводил и все. Как вот я, например, тогда Лигу Сибири на налегке сменил. Все потому, что в миф-плюсах сидел много. Вот. Так что, так вот. 150 маунтов. 155 было дропнуто за все время, получается. Дезертиров, я сейчас скажу, сколько у нас вышло за все общее время. 64 дезертира. Вот так вот. Такое вот печальное число. Ну и то есть эти люди заимели маунтов. То есть в хорошие руки маунтов ушло, получается, 155 минус 64. То есть это что получается? 91? В хорошие руки маунтов ушло. Да, 91 маунт в хорошие руки ушел. Минус 1 я не с вами буду. А, ну и да, синие строчки еще тоже не нужно учитывать. Ну там минус 7. Окей. 84 маунта. Ну, я считаю, это неплохо. На самом-то деле. Типа, было бы, если больше, как вариант, рейдов в последнее время, то было бы больше маунтов. Потому что в последнее время вы сами видели то, что собиралось по одному рейду в неделю. Потому что многие люди уже на дрополе маунтов. Ну и господа дезертиры не приходили в рейд. Приходили бы они в рейд. 60 штук людей, представляете, да? Собиралось бы еще 2-3 рейда. Вот. Ну там кто-то работает, кто-то еще что-то. Поэтому я считаю 2-3 рейда. Не чисто 3. Вот. Не скажу, что прям типа все так печально. То, что там рукожопые у нас все, что никем не заинтересовались. Просто кто-то, например, уже в гильдии. Кому-то время не подошло. То есть, например, насчет какого-то человека интересовался, один из орелов, я говорю, этот человек не пойдет, потому что он уже в гильдии. Или этот человек не пойдет, потому что у него время позднее. Вот. То есть, такие факторы еще. Как говорится, забочусь о вашем здоровом сне. Ночью надо спать. Сказал я, который иногда сидит до 7 или 8 утра. Вот. А если кто-то думал, что сегодня будет рейд, рейда сегодня не будет. Как бы все люди подропали маунтов, которые хотели. Вчера сбор рейда шел минут 20. Вот. И то есть, получается, ну, любой мог подсоединиться, никто не захотел. Вот. Ну и, как говорится, итог. Фодочки на память. Я надеюсь, у многих сейчас подписка активная, из тех, кто тут сидит. И все у нас могут зайти на Альянс, лететь в Бараус и выключить вармод. На мейна перезайдешь. Ну, я делаю. Вот. Я сейчас реагну на заранее собранную группу. Реагну заранее собранную группу во вкладке «Другое». Назову ее «Фоточка» «Отследий биздец». Нет, назову «Фоточка Сприя». Вот. Заходите, садитесь на шквалов и запечатлим сие момент. Сейчас реагну. Вот. Если кто-то не найдет заранее собранную группу, скажите. Вкладка «Другое». Вармод «Офнутый». Ну и на шквалов, конечно же. Инвайтите людей, я помощников раздал. Кто заинвайтит меня, плюс по дам. А где... А что ты там, Даш? В какое место отправляться? Ну, ко мне. Я рядом с бздой. Где нам еще быть-то? Биздецы должны быть в бзде. Правильно? Правильно. Ну, по в ряд выстроимся. Биздецы не должны быть. Ну, это хороший вопрос. Просто в ряд выстроимся. Как вариант, кто-то может повыше, да, взлететь. Как бы в два яруса выстроимся. Не проблема. Можем в три яруса, в четыре. Это вообще будет найсово. Вот, я уверен, это будет красиво. Вообще, наверное, нужно было по ходу всего этого обсуждения мне уже реагировать группу. И чтобы вы подсоединялись потихоньку. Читая поздно. Проснулся с этим. Типа, чисто в ряд, вот в ряде по пять шпалов и нормально. Что за пирамидку устроили? Вообще рофлите, что ли? Кто-то вверх ногами летает. Прямо, у меня на черепахе осталось. Ну, ты черепаха, конечно, опсик. Ну, что такое опять? Ну, она добралась до воды. Какая жалость. Ну, или по шесть, в ряд, как хотите. Хотите по шесть, хотите по пять. Друг над другом, чисто вставайте и нормально. Вот, как бы сколько влетит до двадцати пяти минут. Ну, столько и влетит. До двадцати пяти минут потусуемся и как бы все получается до следующих рейдов, которые будут там в девять один, в девять два. В дискорде там, ну, как бы спам идет интересный от некоторых интересных людишек. Ну, например, ПК Боярин, да, любитель поспамить. Вы можете его заблокировать как вариант. Как это сделать? У меня глаз уже от него дергается. Какой глаз? Да, оба. А может, три? Нет, два. Два только. Какая жалость. Ты можешь кликнуть правой кнопкой по нему и заблокировать. Вот. А можно вообще заглушить чат глобальное обсуждение, кликнуть по нему правой кнопкой, вот решеточка глобальное обсуждение текстовый канал и заглушить на какое-то определенное время. Нет, там там мамонтиха моя любимая спамит иногда интересные эти. сообщения. А, значит, чисто тогда правой кнопкой по человеку и заблокировать. И все. Вот, как бы, если у вас человек напрягает, уберете его, блокируете. И все, хотите меня блокировать вообще, и может, я кого-то там тоже напрягаю. Вот. вот эти вот цитатки, вот эти вот цитирования, это, конечно, весело. Не отрицаю. И что это оптик на ГМЖ, если с вами встал? Не нужно. У него будет темный просто. Пошел вон отсюда. Ну-ка, сел на шквала быстро. Ну-ка, садись на шквала. Вообще-то его не с нами дропнул, так что это... Он не прокает. Петрюга. А кто там за камнем стоит? Пепел смерти. Повыше, может, четвертый ярус делайте. Ну, как бы, как хотите расставьтесь. Хотите пирамидкой? Вообще, как угодно. Да выше встань. Я же говорю, четвертый ярус делаете, ну, не проблема. Вот, делов-то. Проблему нашли, тоже, но сейчас бы еще расставиться. Уникально. Так, что скажете насчет цвета? Почетные биздецы. Хороший цвет в дискорде, нормальный? Классный. Классный, все хорошо. Получила экстаз, смотря на него. Я вот, например, вообще зрительный оргазм испытываю, когда смотрю на этот цвет. Мне по кайфу. Да, приятный цвет. Я вот смотрю, радуюсь. Он так хорошо еще смотрит. У меня его нет, но он прежний. А, ну, Стефан, тебе можно синий дать, как вариант. Я подумаю об этом. Посмотрим, если что. Хотя, я думаю, тебе и при таком цвете нормально. Он и так синий, вроде. да, 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 да. Да, Ну, я тебя сейчас заблокирую, оптик, во всех возможных вариантах связи. У меня есть на это рычаги воздействия. Ну, что, все у нас получается, больше не полетают. Да, альцет нажимаете, скринь, там, пепел смерти жопкой, не вставай к нам. Вот. По-нормальному. Так, сейчас я распределю вас. Так, тут нормально, шесть. В третьем ряду может еще один влезть, если вы немножко подожметесь друг к другу, и какое-то, как возвышение идет, что ли. Ракета чуть пониже может, Ледема тоже чуть пониже, пепел по-левее от них, ближе, типа, к камню возвращения, встреч, вот этому. Типа, над Юйленем. Вот, назад, назад, сдавай потихоньку. Как это, прям в школе вождения, как будто. Вот, да. Ну, вот хотя бы так, ладно, хорошо. Рядок неплохой получился. Казалось бы, в рейт не пошли, но все равно тактики какие-то по построению. Ну, только потому что ряды выстраиваем красивенькие, чтобы у вас были скрины красивые, вот в чем суть-то. А то потом, типа, куда-нибудь выложите этот скрин, кому-нибудь покажете, и вам скажут, что это, блядь, у вас за РЛ такой был, который вас нормально распределить не может, ну, а я это порядок вот сделаю сейчас красивенький, хорошенький. Вот, что еще хочу сказать. Касательно дезертиров, касательно красных полосочек, касательно белых полосочек, да вообще любых абсолютно, которые только есть в таблице, отношения, типа, стример-зритель, от этого никак не портятся, но и не улучшаются. Вот, как бы вы для меня обычные зрители, как всегда, я для вас, как всегда, обычный стример. Вот, в рамках рейда, да, окей, все иначе. То есть, например, почетным бздецам будет отдаваться больший, так сказать, процент любви, а вот дезертиры, как бы, ББ. Ну, а что сказать, если люди лутонули с первого раза маунта и более в рейд не приходили, хотя клялись, то, что придут в рейд еще раз 10, хотя бы минимум, типа, будут помогать. Прости, кто ты, блять. Да, не говори вообще, плохие людишки, но, карма найдет своих людей и все будет нормально, я надеюсь, что. Вот. Тебе гигантское спасибо, Макс, огромное спасибо. пожалуйста. Это, знаешь, кому спасибо людям нужно говорить, которые на это смотивировали, ага. И людям спасибо, да, и людям спасибо, и которые в рейде были. Мотивируешь, мотивируешь и собираешь нас. Да, пожалуйста. Как говорится, мне неплом. Ну, я скажу, что у вас. Завтра в 14. У вас еще один человек появился, который будет с вами ходить, но не будет. Все хорошо. Плюсик у вас. Это верно. Что, все у нас подсоединились или еще кто-то не может подсоединиться? Заранее собранная группа, вкладка другое, фоточка с приа. Вот. Как бы вроде до 25 минут ждем, но уже 27. Можем мы постоять? Никуда же не торопимся, правильно? А что нам еще делать при патче, кроме убийства холонов, а кемпинга рарников, маунтов всяких? Кстати, я не против заинвайтиться на кого-нибудь там таймлоста, темный портал в дреднооре, вот. Короче, хочу маунт. Так, спрашивает пока боярин, вопрос, а может ли измениться с приоритетом в следующем рейде? В смысле, что измениться? Ну, если ты как-то каким-то образом обгонишь по походам людей, которые, например, будут ходить со мной изначально, все-таки больше внимания я буду отдавать почетным бздецам на первые самые инвайты, потому что люди себя проявили, люди знают, что от меня ожидать, и я знаю, что от людей ожидать, вот. То есть, если ты их сможешь обогнать, то ты будешь иметь больше цифр, и потом по итогам этого рейда будут уже новые результаты, скажем так. Новые дезертиры будут, конечно же. Хм, ну вот, все будет по-новой, но чуть-чуть с сохранением старых механик, старых званий, вот. Это как, знаете, как рейтинговая система в Харстоуне. То, что вот ты постарался в прошлом сезоне, в следующем сезоне ты будешь больше звездочек получать, больше плюшечек. Ну, вот тут так же можно сказать. Ой, красивая такая стеночка, я альтаблс как раз. Ну, что, все, все заинвайтилисты получаются? Все смогли, все справились с этой нелегкой задачей? А, мамонтенок заходит еще. Ну, ждем, ждем. О, что-то мамонтиха, А что-то она молчит все равно. Что она молчит все равно. Я бы, конечно, пошутил, но не буду. Она стесняется. Нет, я бы мог пошутить то, что сегодня она шутила в твой адрес насчет цвета. Вот. Маленький цвет. Нет, ты помнишь, что она предложила сделать за то, что я напишу какой этот цвет? Не помню. Не помнишь? Ну и неладно, ну и ладно. Я думал, поэтому молчит. Оказывается, ухо оторвалось на наушниках. Какая жалость. Так, канал бзда, да, уже никто там ничего писать не может. Потом я его закрою чисто для себя, чтобы я мог чекать людей. Ну, имеется ввиду там батлтаги, их никнеймы. Да, конечно, люди в виде дезертиров могут поменять никнеймы. Да, они могут поменять батлтаг. Но, они находятся в бане в дискорде, потому что некоторые из них ливнули из дискорда. А когда выливаете, вы блокируетесь. Вот, поэтому им придется еще и новый дискорд делать. Как говорится, удачи, чё. Вот. Вручную я не буду никого разблокировать. Не-не-не. Прико определенных людей. Ну, сейчас там мамонтенок прилетит. А чё ты ругаешься вообще? О, псих. Я не знаю. Радостное событие, между прочим. Бзда закончилась, понимаешь? Не будет. Теперь горений в адрес людей от меня. Я не буду негативить на стримах. Представляешь? Сказалось. Я не буду негативить на стримах. Будут только добрые стримы теперь постоянно. Вот. Добро и позитив. Добро и позитив. Френдли контент. Добро, божа, лов, лай. Так и запишем, что можно на стримы больше не заходить, так как нечего там смотреть. То есть, из-за того, что нет агрессии, больше нечего смотреть. Да, я все понимаю, значит. То есть, он нравится, когда людей ругаются, когда людей матерят, да. кого? Люди с домазом. Они будут смотреть, когда будет 3 на 3 арена. За седло ярко. Когда будет 3 на 3 арена, она не будет стримиться, просто вот и все. Ну вот, я пойду и говорю. Ну вот так вот. Я потом так же сделаю нарезочку на витуб, и все. Я же как аппл, там 2 400, 2 в 2. Вот. Полуобраза будет видосик потом. У нас слишком много слов на P. Не, там немного слов на P. Типа, не, у нас культурное было общение, когда мы 2 на 2, поле на самом деле. Надо просто, чтобы человека не стеснять и самому не стесняться вебке, там начат не отвлекаться, поэтому и стримил освоение 2 в 2. Для меня же это вообще, типа, новый этап. То есть, пвп, анхолики, такого не было никогда. Все, мамонтенок влезло на ДХ-шке своем. Получается, влезло. Ну все, криньтесь, как бы, вот они мы. Почетные бздецы и просто бздецы. А есть у нас дезертиры в бойсе? Ну ладно, я надеюсь, нет. Это было бы смешно. Это было бы забавно на самом деле. Типа, если они не чекали анонсы рейдов, я не думаю, что они и вот это вот чекали. Так что, мне кажется, тут дезертиров нет. Все у нас хорошие рейдеры, все молодцы, все как смогли, так постарались, так и сходили в рейдики. Все, как говорится, берегите ноги, мойте руки, не забывайте про ссылочки, про стримы. заходите, общаетесь в дискордике, инвайтитесь на маунтов, там, такое прочее. Говорят, все молодцы, спасибо. Всем спасибо. Да, пожалуйста. Все, мне было приятно с вами рейдить, несмотря, скажем так, на некоторые интересные моменты. Куда я без них-то? Всем спасибо, всем удачи. Спасибо, удачи в шее. Вопросиков ни у кого нет, напоследок, то мало ли, может, кого ты. Так. Ну, давай. Но, не тут. А, не тут? Ну, хорошо. Вопрос личного характера. Может быть, зайдем, ты знаешь сам, куда, и туда, и туда, и туда. Зайдем, ну, хорошо, твой вопрос понятен. Есть место там, но не слышим. Нет мест на холоне. Хрэ там холона, там, все это. Что-то я не понимаю, такая непрактивная. А только что они сейчас придут и украдут холона? Что-то такая перевозбужденная сегодня. Они украдут холона. Тебе жалко, что ли? Я не понимаю, холона жалко? Да, мне жалко. Да, мне жалко холона. Ах, ты жадюга. Да. Вот такая вот почетная, почетная бздециха. Поэтому холон тоже жад. Хорошо, я могу вместо тебя кого-то взять. Хочешь? Нет, вместо меня никого брать не надо. Ну вот и сиди. На попе ровно. А я не ровно сижу, а что? Сделаю, короче, прокачку в фонаре, и у нас будет свое холодное место. Видишь ты, какой хитрый опция. Ну это, кстати, двойной фарм. Я не против одной жопой на два стула сесть. Или съесть и нахуй. Да вообще без разницы. За маунтов все можно. Ладно, как говорится, если что, если какой вопросик будет, дайте знать. Личка открыта. Ну и глобальное обсуждение, если что, тоже. Черкайте. Все. По-моему, я все сказал. Удачи. Спасибо за рейдики. Все, давайте отдыхайте. По цифрам вроде ни у кого, да, вопросов никаких нету. Ну, вроде вчера не было, я думаю, сегодня тоже нет. Цифры не менялись. За ночь сегодня. Ну, если что, черканете. Все окей, хорошо? До скорого, как говорится. Алло. Угу. Шоу тебя за вопрос там был, рассказывай. Все. Это наебка, да? То, что типа, бля, тирелла, хуела или нет? Нет. Нет? А серьезно? Серьезно тебе говорю, да. Типа мне некоторые ребятки написали. Я не буду рассказывать никнеймы. Поблем, ну мне-то похуй. Там не первая страница Гордуни Плово в прогрессу. А, не первая? Не первая. Ну, для многих это типа, значимая цифра такая. А, ну, тогда вообще-то похуй. Неужели, какой хитрый. Ну, это весь мой вопрос. Я думал, типа, я специально так вам сказал, типа, чтобы они, ну, типа, поняли... Получше играли? Да. Не-не-не. Ну, чтобы в следующих рейдах они себя вели заебись, потому что ты можешь такую хуйню, типа, сделать, и у них есть шансы попасть в хорошую гильдию. Я думаю, ты такая... Нам надо ходовочек оказалось, нет? Нет, нет. Все серьезно. Я не умею врать, Пало. Рассказываем. А, чё? Когда я кому врал? А почему ты мне об этом не сказал? А зачем? Это был скрытый план.